То, какой выбор мы делаем, может многое о нас рассказать. Выберите свою сторону в каждом вопросе и не забудьте записать ответы, потому что в конце видео я раскрою, что они говорят о вас. Какие цвета вы предпочитаете? Холодные или теплые? Какая часть дня вам больше нравится? Рассвет или закат? Какое занятие вы бы выбрали для пятничного вечера? Караоке с друзьями или танцы в клубе до утра? Вы из тех людей, которые заправляют кровать каждое утро или оставляете ее так, как есть? Как вы едите киткат? Ломаете его на части или сразу откусываете? Какой вариант вы предпочитаете? Онлайн-шоппинг или поход в торговый центр? Какой напиток вы предпочитаете? Кофе или чай? Что вы смотрите чаще? Нетфликс или ютюб? Вы едите шоколадную пасту с хлебом или прямо из банки ложкой? Вы предпочитаете долго принимать теплый душ или быстро сполоснуться холодной водой? Вы берите одно – звонить людям или писать сообщение? Вот что ваш выбор говорит о вас Если в первом вопросе вы выбрали холодные цвета, вы из тех людей, которые сначала кажутся отстраненными и холодными, но раскрываются со временем с лучшей стороны У вас есть принципы, в которые вы крепко верите, вы всегда следуете правилам и хотите, чтобы все делали то же самое Если вы выбрали теплые цвета, значит вы общительная личность, которая любит быть в окружении людей и всем нравится быть рядом с вами Вы энергичны, веселы и дружелюбны У вас большое сердце, полное любви, которой вы готовы делиться Вас вдохновляют все возможности, которые предоставляет жизнь Однако вам может быть сложно сосредоточить свое время и энергию на чем-то одном Если ваш ответ на второй вопрос – рассвет, вы трудолюбивый человек, который тщательно планирует повседневные задачи Одним из лучших подарков для вас может быть планировщик Вы организованы во всех аспектах жизни Вы также очень активный человек и любите заниматься спортом Если ваш ответ – сумерки, значит вы человек, который переживает свои эмоции очень глубоко Если вас кто-то обидит, вам требуется время, чтобы оправиться, потому что вы не склонны быстро забывать Вы мудры, духовны, творчески настроены и обладаете сильной волей Третий вопрос Если вам нравится ходить в караоке с друзьями, значит вы любите быть в центре внимания Вы уверенный в себе человек, вам нравится пробовать что-то новое и вы не боитесь совершать ошибки Вы считаете, что они на самом деле помогают вам расти Вы смелы и вас нелегко смутить Это вторая причина, почему вы не боитесь пробовать новые вещи Если вы предпочитаете ходить в клуб, чтобы танцевать всю ночь Вы – командный игрок, достойный товарищ по команде во всем, что вы делаете Вы серьезно относитесь к своим обязанностям У вас также есть доля авантюризма и стремления к социальным связям Вы легко заводите друзей Вам легко выражать себя в любой ситуации Вы живете собственной правдой и всегда остаетесь верным себе, независимо от того, что происходит Четвертый вопрос Если вы заправляете постель каждое утро, вы очень чистоплотный и аккуратный человек Вы любите порядок и даже мысль о том, что что-то может пойти не по плану, вызывает у вас тревогу и стресс Однако именно поэтому вы очень успешны в учебе или в карьере Люди знают, что могут доверить вам выполнение задачи, вы никогда не подведете Вы – настоящий победитель Если вы не заправляете кровать, значит вы – свободная душа, которая не любит быть связана правилами Вы не принимаете вещи на веру и любите бросать вызов тому, что люди пытаются вам навязать Вы полны новых идей Именно поэтому вам нравится проводить время в одиночестве и раздумывать, как изменить мир к лучшему Если вы предпочитаете есть кит-кат, разламывая его, вы – добрый и щедрый человек Вы – тот тип человека, который делает все возможное, чтобы сделать счастливыми тех, кого вы любите Вам нравится делиться с другими Если вы сразу откусываете от кит-кат, значит вы – человек, которого трудно чем-то удивить Вас не впечатляют ни богатство, ни внешняя привлекательность людей Вас интересует внутренняя красота Шестой вопрос Если вы выбрали онлайн-шоппинг, это означает, что вы в основном предпочитаете уединение Вы стеснительны, что другие могут принять за холодность Но настоящие друзья знают, что это совсем не так Как только люди узнают вас получше, они понимают, что вы очень милый и внимательный Если вы предпочитаете ходить по торговым центрам, вы сосредоточены, целеустремленны и амбициозны Вы привыкли делать все возможное для достижения своих целей, и вы берете на себя большую ответственность, если работаете в команде Если в седьмом вопросе вы выбрали кофе, то вы человек, который всегда говорит правду, даже неприятную Если вы чувствуете, что кто-то лжет, вы можете прекратить с ним дружбу Вы также образованы, умны и амбициозны Если вы выбрали чай, вы высококультурный человек, который ценит качественные вещи Вы спокойны и зрелы настолько, что кажетесь старше своих лет И когда вы кого-то любите, вы полностью отдаетесь этим отношениям Если для восьмого вопроса ваш ответ Netflix, вы человек с разнообразными вкусами Вы не строги в своих предпочтениях Вы открытый человек, который не боится новых и захватывающих переживаний Но время от времени вам хочется полениться и отсидеться в своем коконе Если ваш ответ YouTube, вы любознательный человек, который увлекается изучением нового Когда вы заинтересовываетесь темой, вы тщательно ее исследуете Поэтому друзья считают вас эрудированным человеком Однако иногда вам бывает трудно сосредоточиться Девятый вопрос Если вы предпочитаете есть шоколадную пасту с хлебом Значит, самое главное в вашей жизни – это семья Вы цените традиции и обычаи Вы сделаете все возможное, чтобы защитить своих близких Вы также хороший слушатель и любите помогать людям любым способом Если вам нравится есть прямо из банки ложкой, вы энтузиаст Вы живете настоящим, вы храбры и не тревожитесь из-за мелочей Вы также оригинальны и очень весело в общении Десятый вопрос Если вы предпочитаете быстрый прохладный душ, вы человек, который заботится о справедливости и не боится отстаивать свое мнение Вы не относитесь к вещам легкомысленно и предъявляете очень высокие требования к себе Вот почему время от времени вы можете чувствовать, что находитесь под большим давлением Если вы предпочитаете принимать долгий горячий душ, вы очень восприимчивы и сострадательны Вы также чувствительны и поэтому легко подвержены воздействию происходящего вокруг, независимо от того, касается это вас или нет Вы также теплый и любящий человек и не терпите грубости Одиннадцатый вопрос Если вам нравится звонить людям, вы душа компании Вы открыты, веселы, общительны и активны Вам легко организовывать мероприятия и собирать всех вместе Вот почему у вас много друзей Если вы предпочитаете сообщения, вы осторожный человек и чувствуете себя спокойно и расслаблено в тихой обстановке Вам нравится работать самостоятельно Вы склонны переосмысливать вещи и один из ваших самых больших страхов – быть неправильно понятым